Богословие Теология не готовит священнослужителей. Это направление философии, в основе которого Бог как создатель мироздания и необязательно кончившие теологии могут быть священниками. Но тем не менее есть люди, которые хотели бы обучаться в этом. Экспериментально можно было открыть одну специальность, человек на пять, как бакалавры, заочно по этому направлению. Президент поставил задачу решить вопрос. Еще говорили о воскресных школах. Такую откроют в храме Святой Татьяны при ПГУ. И в Бендерах место нашли, делают ремонт. Там смогут обучать до 40 человек. Мы сделаем все удобства. Будет тепло и уютно, и доступно, и нормально. Вот я, допустим, своих внуков однозначно отведу в воскресную школу. Ну, отведет, конечно, сын мой, да. Но я буду рекомендовать. Воскресная школа закладывает детям основу. И если тебе 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, образно говоря, и тебя родители привели в храм, и ты имеешь касание к нему, и это все сделано в том возрасте, когда ты впитываешь, во время вас это на всю жизнь. Из других вопросов в Каменской колонии для несовершеннолетних хотят сделать молитвенную комнату. Также президент напомнил, в следующем году к 80-летию Великой Победы и 35-летию Республики будет амнистия. Обсудили праздники, и не только православные. Например, некоторые отмечают Хэллоуин, вырезают фонари из тыкв, делают фотозоны и наряжаются в костюмы монстров. Священники против. Я против Хэллоуина, я уже об этом говорил, да, он приобрел определенную традицию такую. Уверяю вас, что все, кто празднует данный праздник, абсолютно не понимают его суть и не вкладывают туда никакие религиозные понимания. По сути дела, это стало такой традицией, где тыкву там, свечки ставят, да, что-то украшают. В этом не надо видеть такую прям проблему. Еще предложение приглашает священников на школьные линейки. Вадим Красносельский идею оценил, но вопрос надо решать с учителями и родителями.